Это программа «День с толком» в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Звоните и жалуйтесь. Прокуратура по-новому занялась вопросом угля. Новый год под дождем. Нет, это не прогноз погоды, это будни жильцов одной из барнаульских многоэтажек. За круглым столом сеньоры и юниоры. В краевой столице проходят математические битвы. Прокуратура Алтайского края проведет горячую линию по вопросам обеспечения углем и древесиной. Дефицит топлива и его завышенная цена стали настоящей проблемой для многих жителей региона в этом отопительном сезоне. Как сообщает прокуратура, факты продажи угля по ценам, превышающим установленные государством, уже неоднократно пресекались. Сообщать о нарушениях можно по телефонам, которые вы видели на своих экранах. Горячая линия будет работать до 30 января следующего года. Против 45-летнего жителя Барнаула возбудили уголовное дело после конфликта с продавцом супермаркета. Произошло это так. Продавец вызвал Росгвардию, и пока правоохранители доставляли мужчину в отдел полиции, нарушитель не стеснялся в выражениях. Более того, снимал это на телефон и затем выложил в сеть. Дело возбудили по статье о публичном оскорблении представителя власти. Мужчине может грозить до года исправительных работ. В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления мужчине обвинения. Расследование продолжается. В Барнауле прошел выпускной первой программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики. Лучшим слушателям дипломы вручил лично Виктор Томенко. Сотрудники крупных алтайских предприятий снова почувствовали себя студентами. К уже имеющемуся багажу знаний добавили новые в рамках программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики, запущенной в Крае впервые этим летом. Из 240 заявок выбрали 63. Слушатели обучали в техническом ВУЗе. Одна из важных тем – управление, в частности, современные методы повышения производительности труда. Для меня это было самым главным стимулом. То есть это профессиональное самосовершенствование и улучшение производственных процессов именно в своей компании. Учились работники предприятий без отрыва от производства. По вечерам – лекции, практики, мастер-классы в течение трех месяцев. Бонус – онлайн-стажировки в крупнейших международных компаниях. По итогу каждый слушатель защитил выпускную работу, а лучшие получили дипломы из рук губернатора. Век живи, век учись – она совершенно применима ко всем, кто в старте этого большого проекта, я думаю, многолетнего, принял участие и дошел до самого завершения. В области проектного менеджмента давно хотела свои знания повысить, потому что я давно занимаюсь уже. Это как бы параллельно с моей непосредственной конструкторской работой ведется. Поэтому увидела в программе один из разделов, поэтому решилась. Полученные знания выпускники будут применять уже в своих компаниях. А через год губернаторская программа соберет новых слушателей. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. В одном из домов барнаульского поселка Южный в Новый год может пойти дождь. Уже три года жильцов в нескольких этажей топит протекающая крыша. Люди не раз обращались в управляющую компанию, но продвижения в ремонте нет. Подробности в сюжете. И такие подтопления случаются регулярно уже на протяжении трех лет. Из-за них пенсионерке ежегодно приходится обновлять ремонт, замазывать пожелтевшую штукатурку и переклеивать отпавшие обои. Причина неудобств – состояние крыши пятиэтажки, вода с которой доходит уже до четвертого этажа. С 68-го года капитального ремонта не было крыши. А сейчас, значит, такая ситуация. Должны жильцы решить вопрос, что важнее – или крышу, или какие-то другие проблемы решать за счет капитального ремонта. Для того, чтобы дать старт процессу, необходимо собрать более 50% голосов в пользу ремонта крыши. Однако у жильцов не получается прийти к общему знаменателю. И именно это, по словам главы управляющей компании, обслуживающий дом, мешает сдвинуть сроки начала капитальных работ. Крыша требует срочного капитального ремонта. Жителям, председателю дома, пакет документов на перенос срок капитального ремонта крыши выдавался для голосования. Прошло около года, пока результата ноль. Здесь собственники могут зайти на сайт регионального оператора капитального ремонта Алтайского края, найти свой дом, увидеть, на какие даты стоит плановый ремонт крыши. И если он стоит слишком далеко, то есть не в следующем году и не через год, ну тогда действительно, наверное, стоит предпринять еще какие-то действия для того, чтобы ускорить его проведение. То есть действительно провести собрание. При этом, говорит мужчина, управляющая компания не может самостоятельно сдвинуть сроки, не хватает полномочий. Из-за этого им приходится ограничиваться латочным ремонтом летом и чисткой снега зимой. Но эффекта от этого недостаточно. Ежегодно течет и течет и течет. Но это хорошо еще к соседям не протекает. А вот только угол вот мокнет, вы же видите, что мокрый угол. И там, там все идет подряд. А один год был, вообще капала на холодильник, ставили посуду, чтобы туда капала вода. А сейчас, пока решение о капремонте не принято, собственники могут обратиться в управляющую компанию для устранения проблем внутри квартиры, которые возникли из-за протекающей крыши. И сделать это в добровольном порядке, говорят юристы, выгодно в первую очередь самой компании. Иначе суд может взыскать не только стоимость ремонта, но и штраф, что увеличит сумму выплат вдвое. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Дорогу чистят, а дорожки протаптывают. Барнаульцы жалуются, что при таком снегопаде пешеходы в сложном и даже опасном положении. Анастасия Болотина продолжит. Слякоть, рыхлый снег поверх скользкого льда и каша. Так сейчас барнаульцы описывают многие пешеходные зоны города. Дорога до лечебного центра вдоль Динамовской базы для кого-то тоже не стала исключением. Да и здоровому нормальному человеку пройти невозможно. Очень хочется, чтобы эта территория была отдельно огражденной, асфальтированной и безопасной для жителей Барнаула. И также вот когда человек немножко неполноценный, если нет возможности, очень проблемно ходить. Лариса перенесла операцию на ногу. Врач сказал максимально беречься и проходить плановое лечение. Но с такой дорогой до медучреждения задача кажется невыполнимой. Летом здесь козья тропка, неровный овраг и ямы. Зимой неровности спрятаны под сугробами, провалившись которые можно получить травму. На выбор объясняет Лариса два пути – через снег или по проезжей части. Здесь уже машины. Очень хочется, чтобы эта территория была отдельно огражденной, асфальтированной и безопасной для жителей Барнаула. Мы обратились за пояснениями в администрацию города. Там ответили – пешеходную дорожку здесь чистят. Правда, находится она на другой стороне улицы. Вдоль лыжной базы «Динамо» асфальтированная пешеходная дорожка отсутствует. В связи с чем работы по очистке от снега вдоль забора территории лыжной базы «Динамо» не проводятся. По словам властей, тротуар у лечебного центра не чистят, поскольку там нет официальной пешеходной зоны. Но прямо сейчас я нахожусь на месте, где ежедневно проходят сотни барнаульцев. Но и здесь снег не чистят, что затрудняет движение. Мост на новом рынке по каким-то причинам почищен частично. Вначале и в конце пешеходной тропы – рыхлый снег, скрывающий лед. Другие улицы Барнаула, как, например, Балтийская или Матросова, тоже вызывают опасения. В социальных сетях почти каждый день появляются посты с жалобами горожан. Все это в сравнении с очищенными центральными улицами действительно выглядит опасно. Как скоро решатся проблемы с нечищенными пешеходными зонами в Барнауле – сказать сложно. В январе 2023 года можно будет получить электронный паспорт. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД России. Паспорт будет представлять собой пластиковую карточку, к которой привяжут водительское удостоверение и, кстати, QR-код тоже. Впрочем, пока заставлять отказываться от бумажной версии никого не будут. Мы решили узнать, что думают барнаульцы про паспорт нового образца. Положительно. А почему? Ну, удобно, наверное. А не боитесь, что данные будут утекать? Так они и так утекают. Меня больше устраивает бумажный вариант, надежней. А если у елок паспорта появятся? Ну, вряд ли, вряд ли. Как относитесь к ведению электронных паспортов? Это удобнее станет или, наоборот, опасно? Не знаю, я и не готова ответить. Абсолютно положительно. Почему? Потому что это удобно. Я постоянно с телефоном, и не надо с собой ничего таскать. Ну, пока неизвестно, потому что не знаем, будет ли работать система, готова ли она к тому, чтобы электронные паспорта работали. Как к этому относитесь? О, Боже мой, я не знаю. А если попросят поменять, поменяете? Ну, я, наверное, поменяю, потому что все движемся к современному, и все, и я и против ничего не имею. Так, заставят, так придется менять, не заставят, так что ж. Отрицательно. Почему? Ну, потому что мне неудобно, и я привыкла к такому паспорту. Ну, а в телефоне все? Ну, а если у меня телефон сломается? Не детские идеи, а детей в сфере робототехники и экологии. В классическом ВУЗе завершился финал конкурса «Научная коллаборация». Что хотят изменить юные гении, расскажем далее. У нас есть 20 одинаковых монет. Они работают? Монет. 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 Ну, у тебя прописано «М», и я хочу сказать, что это мешки. Команда «Заринска» отрабатывает свой бой, который еще впереди. Главная цель – доказать, что 8 своих задач они решили правильно и по возможности раскритиковать решение противника, набрав так необходимые для победы баллы. Задачи непростые, но вполне по силам юным математикам. Мы играем в первой лиге. Они невысокого уровня сложности, однако каждая из них относится к разным разделам математики. Соответственно, нужно быть хотя бы одному члену команды подкованным в разных сферах. Это вызывает небольшие трудности, но также и интерес. Ты в какой сфере подкован? Мне нравится именно алгебра, уравнение. Задачи из разных олимпиад, в основном зарубежных. Есть задачи британские, которые из финала британского. Есть китайские задачи, там всегда задачи другие, они требуют до числа доводить решение. Есть эстонская, есть одна задачка. Не однотипные задачи, разнообразные, чтобы им было интересно. На решение дано три часа, но некоторые справились чуть раньше, поэтому свободное время тратят на то же важные накануне Нового года дела. К примеру, вяжут. Мне всегда хотелось научиться вязать, и, соответственно, в этом году я начал. И сейчас я просто, во-первых, набиваю рук, во-вторых, делаю подарки друзьям. Я себе поставил цель, я всем друзьям, которые будут на Новый год у нас на вечеринке, я хотел сделать по подарку. Победители боев станут известны завтра. Каких-то фантастических призов ребята не ждут. Самоучастие в радость. Но награды будут разные. Полное удовлетворение победой. Там, где начинается приоритет для поступления, окончается некоторая такая духовность. Они имеют возможность попасть на образовательные программы образовательного центра «Сириус» и там совершенствовать свои вот именно математические способности и навыки. К слову, «Сириус» – федеральный центр, работающий с талантливой российской молодежью. А еще победители подобных математических боев годами позже становятся членами жюри и уже сами выявляют победителей, сражающихся за царицу наук. Без доспехов и забрал. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Подкупает безграничным добром и вежливостью. В соцсетях барнаульцы благодарят кондуктора трамвая номер 7 Веру Кириллову. Накануне Нового года наша съемочная группа встретилась с хозяйкой вагона. «А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока есть весна одному». Так весело и душевно проходит смена Веры Николаевны. Яркий берет, форма с иголочки, макияж – отличное настроение. Четыре года назад она в корне изменила жизнь. Оставила работу в совхозе и запрыгнула в трамвайный вагон. «Пожалуйста, два рубля – ваша сдача. Пожалуйста, ваша сдача. Почему кондуктора?» «Ну, нравится, потому что. Да и пенсионеров сюда только берут. Сейчас я могу пока работать, почему бы нет. Взяла ипотеку, вот, плачу за ее. Получается нормально. Ну, и почти я ее погасила, осталось 150 тысяч». Вежливость, безграничная доброта, внимательность каждого. Пассажиры отвечают тем же. Совершенно незнакомые люди дарят душевному кондуктору приятные презенты. «А где тебя? Спасибо. Вежливо очень. Потом объясняет, что вот и дача дает, говорит, что сколько… Ну, не всегда так молча, некоторые ни слова не скажут, а это женщина. И вообще очень приятная женщина, красивая. «А вы давно знаете, вернула?» «Нет, ветра есть, добрая. Глазик, смотрите, светится». «Надо, допустим, встать, встать, маленько ноги прижать. Вот так. И пошел, и пошел. Прямо, не качаясь. Вот так». Грации самой Веры Николаевны можно позавидовать. Смена 8 часов. За это время ситуации бывают всякие, говорит кондуктор. Вплоть до конфликтных, но Вера Николаевна аккуратно их тушит ласковым словом. «Я вот чувствую, когда они заходят даже с дверей. Понимаете, какой человек. Даже бывает, ну, будем говорить, у нас ведь всякие люди ездят, да, есть и бомжи даже едут. Ну, вы понимаете, они доброжелательные. Даже вот бывает, что приедут пьяные, ну, как вот, едут. Ну, выпивши там или что-то. Ну, я стараюсь не связываться». Таких, как Вера Николаевна, немного отмечают депо и называют ее ценнейшим сотрудником. «Может усадить любого пожилого человека. Молодым людям, если те нарушают какой-то там общественный порядок, может сделать замечание. И все это сделать в такой доброжелательной форме, что встречается только понимание со стороны пассажиров». А в предновогоднюю пору Вера Николаевна дарит своим пассажирам праздничное настроение с удвоенной силой. «Желаю я вам всем здоровья, мира, благ всех. Ну, и чтобы были в лучшую сторону перемены». Палитина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Без доспехов и забрал, но к боям готовы. Школьники из Барнаула, Бийска и Заринска сражаются в эти дни на поле математических битв. В 23-х по счету соревнованиях памяти выдающегося математика 42-й Барнаульской гимназии Евгении Напалковой участвуют 10 команд сеньоров-старшеклассников и 20 юниоров-школьников 8-го и 10-го классов. На поле битвы побывали наши корреспонденты. Экологические школы, робот-сортировщик мусора – не детские идеи участников краевого конкурса «Научная коллаборация». Его главное условие – прикладной характер проектов в трех направлениях – робототехника, цифровой дизайн и биотехнологии. Наш проект направлен на создание новой методики по получению биотоплива из плодово-ягодного сырья. Юные гении – воспитанники Дома научных коллабораций Алтайского госуниверситета. Это площадка для развития детей как в очном, так и в дистанционном формате. Науку на его базе сейчас изучают больше 400 школьников. Принимают туда бесплатно. Главное – желание продвигать науку. Это все будет работать прежде всего на развитии Алтайского края, потому что умные и талантливые дети нам нужны. Именно они будут развивать наш родной регион. Они прежде всего найдут свое отражение в наших образовательных программах. И мы, конечно, будем привлекать в качестве абитуриентов по окончании 11 класса в нашей университете. Здесь, как и в исследовательских центрах, разработки ведутся командой. Как во взрослой науке, детские проекты тоже рассмотрят партнеры вуза. И, возможно, какие-то проекты реализуют в жизнь. Анастасия Болотина, День с толком. А спортивный мир уходит на каникулы, подводя итоги и успевая завоевать последние в этом году медали. Подробности у Дмитрия Дроздова. Футболисты «Динамо Барнаул» отправились на каникулы с хорошими итогами года. А так, в первой половине 21-го команда стала седьмой в новой зоне Урал-Приволжье. Осенью добралась до группового раунда Кубка России. Вице-президент футбольного клуба Александр Суховерхов наградил главного тренера команды Александра Суровцева и пятерых футболистов грамотами и благодарственными письмами. Подготовку к весенней части первенства команда начнет с 10 января. Завершился 18-й краевой детский турнир под Зюдо. В нем участвовало 120 детей в возрасте 10 лет. По итогу больше всех медалей выиграл клуб «Витязь». После идут «Спарта», «Триумф» и «Ирбис». Еще в свое время президент краевой федерации дзюдо Иван Нифонтов говорил, что для победы нужно желание. Традиционные перед Новым годом соревнования прошли по гимнастике на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Харахордина. Всего 100 спортсменов, но из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Омска и Томска. Без известных участников турнир не прошел. Один из них Сергей Найдин, участник последнего чемпионата мира в Японии. Он и Арина Ищук из Барнаула стали победителями в многоборье. Больше всех медалей завоевали спортсмены из Сибири. А теперь всех ждет заслуженный отдых. Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok